Продолжение следует... 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 Мы пришли сюда для того, чтобы исцелиться от своих болезней, от скорбей, попросить у святителя помощи и поддержки. Слава Богу, что мы ищем поддержку у святого. Слава Богу, что мы обращаемся к угоднику Божьему, который должен испросить у Бога для каждого из нас здоровье, крепости. Но вот на что бы мне хотелось обратить ваше внимание, дорогие мои. Мы сейчас слышали евангельские слова о добром пастыре. Добром пастыре, который душу свою полагает за овец своих. Кто значит душу свою? Ведь понятие души мы можем сравнить с понятием жизни. То есть добрый пастырь, который жизнь свою отдает за своих чад. Яркий пример святителя Лука. Жизнь свою отдавал за своих чад. Будучи врачом, он не боялся идти в очаги страшнейших инфекций, ибо был это его долг. Будучи на войне, еще на русско-японской, он тоже был в гуще событий, но не военных, а за операционным столом, и помогал больным, раненым, простите, солдатам, вставать на ноги. А в гуще революционных событий, во время Великого Октябрьского переворота, что он делал? Он не спрятался, он не бросил своих больных, а помогал им, мало того, принимает сам. Становится сначала священником, затем монахом и становится святителем. Что бы мог сделать в эти годы? И ведь были люди, которые отвернулись от Христа, предали Его, стали волками в овечьих шкурах. Но он не сделал этого. Он последовал за Христом. И его автобиография. Я полюбил страдания, ведь вся его жизнь пронизана страданием и заботой о своей пастве, заботой о своих овцах. Не очень вспоминается в автобиографии строки, когда во время Великой Отечественной войны он оперировал по многу часов и приходил у себя, жил в келье под лестницей. И если санитарка забывала ему оставить покушать, он поспал и вновь шел оперировать голодный. И никого не оскорблял, ни на что не роптал, а лишь только старался помочь больным. Он что, лым на помощь? Кроме этого, он еще и продолжал служить. Искал всякую возможность, где бы можно было послужить. Всякое место. Но, дорогие мои, пройдя пытки, лагеря, ничто его не сломило. Ничто не смогло его отвратить. Его соблазняли, что откажись от сана. Предоставим тебе кафедру в Московском университете. Будешь преподавать медицину, будешь заниматься хирургией. Откажись от всего или перейти в обновленчество. И перестанут, так скажем, тебя преследовать. Предал он свою веру. Предал он свою паству. Ни на миг он не усомнился. Ни на миг он не отрекся и не оставил свою паству. А всегда помогал ей. Вот пример доброго пастыря. А о каких же волках говорит сегодня нам евангельское чтение? Что может быть волком? А волком может быть лишь только одно. Грех. Грех, который порождается врагом рода человеческого. Дьяволом. И вот грех, который нас иссушает. Грех, который порождает нас в болезни. Грех, который двигает нас в вечную погибель. Дорогие мои. И вот от этого греха в первую очередь мы должны исцелиться. В первую очередь мы должны обратиться к святителю Луке, чтобы он избавил нас от греха. Дал нам силы в борьбе с теми грехами, которые обуливают нас. Дорогие мои. Вот в сегодняшний день очень сложная борьба. Посмотрите, в какое время жил святитель Лука. Время, когда все было настроено против церкви. Время, когда лишь только за то, что ты носил нательный крестик, или, не дай Бог, в общественном месте перекрестился, тебя могли расстрелять. Но он не боялся ничего. И проповедовал. И перед операцией окрестился. И в операционной стояли иконы. И крестил людей, младенцев. Проповедовал, нес слово истины. Наше время. Нет гонений на церковь открытых. Но и все равно от нас требуют предать Христа. Последовать лже-пастырям, волкам в овечьей шкуре, которые призывают лишь только к одному. Ко греху. Некоторые говорят, что вот, посмотрите, они с властью, мы с народом. Мы с Христом должны быть. Ни с властью, ни с народом. А с Богом и следовать за Ним, как следовал святитель Лука. Некоторые говорят, что церковь не от Бога, а от человека. Посмотрите, что творится в церкви. И пытаются найти изъяны в нашей церкви. Лжецы, посмотрите на церковь. Зайдите в храм Божий. Перекреститесь сначала, в первую очередь. А затем попробуйте облить церковь грязью. Да, враг рода человеческого ухищряется. Ищет всякие лазейки, чтобы отвратить человека от спасительного пути. Мы должны брать пример со святителя. Не бояться ничего. Твердо стоять в вере православной. Не искать своего. И не бояться того, что, видите ли, нас осудят. Нас назовут белыми воронами, если мы начнем говорить о Христе. Если мы призовем людей к церкви. Христос не боялся. Силой своих страданий Он спасает каждого из нас. Святитель Лука ничего не боялся. И следовал за Христом. И вел свою паству. Дорогие мои, я обращаюсь к духовенству. Не ищите своего. Не думайте о своих благах в первую очередь. А думайте о пастве своей. Я обращаюсь к каждому из нас, дорогие мои. Не бояться ничего и твердо стоять в вере. Не слушать жалпастыря и волков в овечьей шкуре. А быть со Христом. Дорогие мои, мы призваны с вами к этому. И вот в сегодняшний день яркий пример, как исполнить эту заповедь. Как следовать за Христом. Взгляните на икону святителя Луки. Задумайтесь над его житием. Над его жизнью. И вот вам свидетельство. Вот вам пример, как необходимо следовать за Христом. Дорогие мои, в сегодняшний день звучит призыв. Призыв к миру, к любви. Не выставляться, не выгрызать глотки друг к другу, а с любовью, с трепетом, с благообением. И ни в коем случае, вот раздаются еще лозунги, «Глаз народа – это глаз Божий». Дорогие мои, а какого народа? А что быть с глазом, который звучал? Распни, распни его! Это чей был глаз? Аслан, на котором езжал Христос? Или народа? Так что это, глаз Божий? Ни в коем случае не поддаваться таким волкам в овечьей шпуле. Глаз Божий. Вот перед нами мощи святителя Луки. Глаз Божий. Это глаз церкви, который звучит сомбонно и обращается к каждому из нас. Глаз Божий. Это священное писание, которое передает нам все то, что заповедовал Христос. А народ может поддаваться лжепастырям, волкам. Народ может следовать за теми лжеучеными, лжепроповедниками. В сегодняшний день святитель Лука проповедует каждому из нас о том, что мир создан Богом. О том, что наука и религия – это не противоположные, так скажем, составляющие. А это две стороны одной медали. И это единство нашего мира, единство нашего бытия. Дорогие мои, каждый из нас должен совмещать в себе и веру, и науку, знания. К этому и призывает нас в церковь. Мне бы еще хотелось обратиться, к чему призывает святитель Лука. Святитель Лука – это образ милосердия и заботы о ближних. У раненых солдат, которые ехали с фронта, отправлялись в авокационными эшелонами, в Красноярске у них была одна лишь только притча. Они жили одной лишь только надеждой – дожить до Красноярска. А там есть поп-хирург, который нас исцелит. И вот этой надеждой они жили. Дорогие мои, и он их исцелял. Он им помогал, приходил на помощь. И мне бы хотелось призвать каждого из вас, ведь милосердие проявляется не только количеством пожертвованных денег, не только по милостыни, которую ты дал на входе в храм, но и милосердие проявляется нашей любовью. У нас скоро стартует вновь благотворительный проект нашей епархии «Любовь милосердствует». Мне бы хотелось призвать каждого из вас, дорогие мои, проявить милосердие. И обратитесь, скажите, я бы хотел, хотела помочь этому тяжело больному человеку. Дорогие мои, проявите милосердие. Проявите милосердие. Помогите тем людям, которые нуждаются. Ни в коем случае не брезвый Диме. Это богатый или бедный. Это нищий бомж. Что ему помочь? От него воняет или от его ран воняет. И зловония исходят. Не бойтесь ничего. Святитель Лука не избирал, этот легкий больной или тяжелый. Он брал самых тяжелых, самых сложных. Ведь мы знаем, как смердят гнойные раны. А он их именно эти раны брал и исцелял больных. Будем подражать Святителю Луке. Будем стараться быть похожими на Святителя Луку. И тогда будем иметь здравие и крепость. Дорогие мои, помните его дивные слова. Слова, которые он положил в эпиграф в названии своей автобиографии. Слова апостола Павла. Я полюбил страдания. Будем любить свои страдания. Будем стараться милосердствовать над страданием ближних. И тоже через их страдания любить и любить Господа. Дорогие мои, сегодняшний день, день любви и милосердия Божьего каждого из нас. Мне бы хотелось пожелать, чтобы Святитель Лука помог каждому из вас. Чтобы услышал ваши молитвы, обратил милость Божию на вас, на ваши семьи, ваших близких, на всех тех, за кого вы молитесь. На тех, кто еще не пришел в этот храм и не познал Бога. Чтобы мы могли по молитвам Святителя Луки свидетельствовать миру о том, что с нами Бог есть. С нами Бог есть. С нами Бог есть. Дорогие мои, мощи будут находиться в этом храме до 10 февраля. Поэтому вы передайте своим, кто не смог прийти, приложиться, помолиться. Вот будет возможность, пусть придут, обратятся к Святителю. И Он обязательно поможет обратиться. Дорогие мои, не будем равнодушны. Мы будем стараться быть милосердными. И мне бы хотелось предоставить слово Ирею Василию, который привез мощь. И вот попросил бы, хотел сказать, пожалуйста, остановитесь нам. Обратитесь. Дорогой Высокопревосвященнейший Владыка, дорогие отцы, братья и сестры, разрешите в сегодняшний день поприветствовать вас от лица Симферопольской и Крымской епархии, от богловесцы Владыком Лазарем, митрополитом Симферопольским и Крымском, от лица Свято-Троицкого женского монастыря, во главе с Игуменей Евсевией, где в нынешнее время покоятся мощи святителя Луки. Очень сердечно благодарю за такие теплые, искренние, сердечные слова, сказанные вами, дорогой Владыка, в адрес нашего святителя, исповедника Луки. Слушая и видя ваших прихожан, у многих на лице появились слезы, слушая эти слова, понимая и вспоминая эти страшные события, во время которых трудился этот святитель, этот Владыка. И приветствую вас от имени Владыки Лазаря. Хотел бы несколько слов зачитать, написанных именно Владыком Лазарем. Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Луке, архиепископу Запорожскому и Милитопольскому, Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, настоящим прошу принять в дар на молитвенную память образ святителя Луки, исповедника архиепископа Симферопольского и Крымского с частицей его святых мощей. Пусть этот великий угодник Божий, Ваш небесный покровитель, всегда будет Вашим неизменным ходатаем и просителем пред престолом Господа, который доподаст Вам доброго здравия, крепости телесных и душевных сил, неизменной помощи во всех Ваших архипастерских трудах и начинаниях. С братской любовью, о Господи, Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский. Дорогие мои, и пользуюсь уже возможностью, еще раз уже, если начал говорить, 15-го числа, 15-го февраля у нас стартует благотворительный проект «Любовь милосердствия». То есть мы опять же, кто чем может, кто может своими материальными средствами, кто имеет желание, возможность и здоровье прийти сдать кровь для онкобольных детей. Мы объявим обязательные даты, когда можно будет прийти, но не обязательно привязываться, прийти на станцию переливания крови и сказать, мы хотели бы принять участие в благотворительном проекте «Любовь милосердствия». В твоем жизненном примере подтвердил, как можно искренне верить и творить добрые дела, на каком бы месте ты ни находился. Будем подражать святителю Луке, будем стараться быть похожими на него, но и он, следовательно, и спросит для каждого из нас милости Божьей. Я прошу прощения за свое многословие, дорогие мои. Сейчас, батюшки, потом, не спеша, пожалуйста, кто с детками, пропустите сначала с детьми, тихонечко, не толкайте друг друга, все приложатся, никого не выгонят. Храм будет открыт до последнего посетителя. «С нами Бог! Есть и Бог! Есть и Бог! Есть и Бог! Есть и Бог!» Если будет такая... Песня. ГОЛОС «Обийс» Субтитры подогнали Симон. 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 Симон.